Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию атомной отрасли. В нашей области находятся ключевые предприятия Росатома, обеспечивающие экономическую мощь и безопасность всей страны, а специалисты, работающие на наших предприятиях, являются лучшими в мире. Это подтверждено победами на международных конкурсах профессионального мастерства. Олимпийские игры в профессии. Именно так нижегородские инженеры называют чемпионат профессионального мастерства WorldSkills International в своей атомной области. Наша команда стала лучшей в мире, причем совсем неожиданно для себя самой. Мы рассматривали возможность, очень долго с руководителями испорили, обсуждали, стоит ли нам участвовать в компетенции управления жизненным циклом. И приняли решение, что, наверное, с учетом того, что проектное управление очень важно в настоящее время, нам стоит как минимум попробовать. И получилось так, что потенциал наших работников, а это командная была компетенция, то есть она порядка 7-8 человек, потенциал наших работников оказался настолько высок, что они сходу заняли первое место в этом конкурсе. Команду собирали по всем предприятиям атомной отрасли. Всего 7 человек, четверо из которых оказались нижегородцами, сотрудниками ОКБМ. Были долгие тренировки в неурочное время, сложная подготовка, командные сборы. На соревнованиях задача была сложнейшая. В заданное время подготовить целый проект. В итоге команда Росатома взяла золото, однако предшествовал этому чемпионату не менее серьезный отбор, в том числе на так называемых атомных олимпийских играх, чемпионате профессионального мастерства среди сотрудников Росатома «Атомскилз». Вообще получать награды такого высокого уровня не только приятно, но и выгодно. Победителям выплачивают крупные денежные призы, а на своем предприятии они становятся звездами. Одни из победителей вот этого конкурса имели черепитие с президентом Российской Федерации. Наверное, никакие миллионы, никакие повышения, ну, скажем так, не стоят этого. То есть это, как в некоторых случаях говорят, это бесценно. Секрет таких успехов в целой системе кадрового потенциала, которая есть на предприятии в частности и в отрасли в целом. Таланты начинают искать еще в вузах, а потом сотрудника принимают в атомную семью и помогают раскрыться. Люди, которые себя проявляют не только как бы в основной деятельности, но еще и пытаются куда-то выбиться. Мы, соответственно, их пытаемся как-то пригреть и направить на путь истинный и помочь им добиться новых результатов.